Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об очень простой, на мой взгляд, вещи, на которой, как ни странно, спрашивают очень многое, только на прошлой неделе было в почте 4 или 5 вопросов. Это восстановление макродинамики песни или того произведения, над которым вы работаете после компрессии. Дело в том, что внутри каждого трека у нас существует какая-то внутренняя динамика, которую мы можем рассматривать с двух точек зрения. Первое — это микродинамика, это передача каких-то транзиентов правильных атак и так далее. И макродинамика — это соотношение уровней между частями произведения. Если у вас сразу после микса какая-то макродинамика существовала в треке, если это был хороший микс, когда у вас есть некие различия в уровне между куплетом и припевом, то очень часто, настроив компрессор таким образом, как вам нравится. То есть вам нравится, как работает его атака, вам нравится, как работает релиз. И вы понимаете, что вот эта макродинамика внутри вашего произведения, она исчезла, хотя сам звук вас устраивает. В этом случае нужно сделать какие-то очень простые операции по восстановлению макродинамики песни. Ну, каким образом? В общем, все просто. Нужно те части, которые должны быть тише, просто сделать тише. Каким образом мы это можем сделать в рабочей станции? Самый простой, очевидный, которым сейчас, в общем, практически все и пользуются — это прописать какую-то автоматизацию. То есть просто автоматизацию фейдера по уровню. Работает он? Работает. Этот метод, безусловно. Но я вам покажу немножко другой, который основан на применении кроссфейдов, в том числе сверхдлинных кроссфейдов, которые позволяют осуществлять более точную редакцию в таких случаях. Поэтому возьмем готовое произведение у нас, сегодня тоже мастеринг которого уже сделан, в котором в какой-то мере присутствуют вот эти проблемы, о которых мы с вами говорим. Значит, сегодня мы поменяем немножко. Сегодня у нас будет электронная танцевальная музыка, в которой это особенно актуально, потому что ее обычно достаточно сильно компрессируют, и макродинамика теряется очень сильно при компрессии, что очевидно делает трек хуже с художественной точки зрения. Давайте посмотрим такое место вот в этой фонограмме. Субтитры создавал DimaTorzok На этом эпизоде очевидно, что вот особенно второе вступление вот бочки, где вот в этом месте она у нас она здесь должна поднять у вас танцпол. Вот, а этого не происходит. Почему? Потому что огромность фактически не меняется. То есть вы уже здесь находитесь на максимуме, бочки еще нет, и вступившая бочка просто сажает общий уровень фонограммы. Поэтому, ну, что здесь можно? Значит, нам нужно, чтобы уровень к моменту вступления бочки, здесь вот к этой доле, чтобы он у нас несколько был понижен. Еще раз говорю, понятно, что мы можем это прорисовать автоматизацией. Но более интересный вариант, он может быть вот таким. Мы просто выделяем вот этот вот у нас эпизод, который, по идее, у нас весь должен звучать несколько тише. Ну, сначала давайте определим, насколько тише, то есть какой переход будет у нас субъективно красивым. Сейчас они у нас ровные. Давайте там сделаем его минус 2 децибела. Послушаем, как это будет звучать, хотя понятно, что сейчас они еще в неправильных местах. Ну, не знаю, мне вот как-то так нравится. Теперь, соответственно, вот этот выход, который вот здесь, его надо просто правильно поставить в нужную точку, чтобы он вдоль в правильную работу. Можно даже там где-то еще точнее сделать. И так как у нас здесь ярко выраженная вот такая доля, собственно, можете его даже без кроссоида делать. Еще раз кусочек, давайте посмотрим. Вот, значит, но у нас громкость должна понижаться плавно к этому месту. Вот, поэтому нам нужно сделать длинный кроссфейд между вот этим первым куском, который у нас идет с максимальной громкостью, и вот этим вторым, который у нас понижен на 2 децибела. Давайте как-то вот так его сделаем. Вот. Ну и чтобы у нас не было каких-то там изменений уровня, а все было линейным, выберем форму. Росфейда, послушаем, что у нас получается. Сейчас идея какая, что от первой, от начала его, к концу он должен плавно и незаметно для слушателя понижаться по уровню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, например, вот так. Вот, теперь начало его надо посмотреть, где оно. И просто как-то правильно его подвинуть. Это можно оставить. Оставить. Так, попали мы. Хорошо с вами сразу. Вот. Значит, чем, собственно, этот метод отличается от автоматизации, если бы мы здесь просто прописали значит, огибающую или автоматизацию фейдера с понижением ровненько на 2 дБ. Вот этот ничем. Абсолютно. Вот. Просто давайте посмотрим внимательно. Здесь есть еще один дефект динамики, который происходит в начале этого эпизода. Давайте послушаем. Из-за того, что релиз у нашего компрессора, который стоял на мастере, он был выставлен, чтобы он правильно работал на темповой части с бочкой, то есть чтобы бочка у нас правильно качала и подчеркивала танцевальность трека. То для вот этого куска он здесь в самом начале он получается слишком коротким. И здесь слышно, когда компрессор начинает вытаскивать вот это затухание. Это некрасиво. То есть он уходит, компрессор не дает, как вот на одном из прошлых уроков мы тоже самое делали на фейдауте. И в принципе здесь вы можете очень точно, меняя форму кроссфейда, чего не получится с автоматизацией, услышать все вот эти вот детали. То есть мы можем взять и вот этот увод чуть как-то вот быстрее сделать. Послушаем. Может быть даже еще чуть-чуть. Вот так вот как-то. Вот таким образом. Настолько точно, как в редакторе кроссфейдов вы автоматизацию обычно в большинстве программ прорисовать не можете. Ну и если речь идет о монтаже и макродинамике каких-то академических произведений, где все это сыграно вживую, то возможности работы с кроссфейдом вот таких, они дают очень точную редакцию. Гораздо точнее, чем при прописывании обычной огибающей автоматизации. Вот у нас получается сверх длинный фейд, который в общем изменяет каким-то образом макродинамику этого произведения. Но в результате, конечно, вот этот выход мне как-то все равно не нравится. Есть некоторая неестественность в нем, поэтому мы можем попробовать какой-то другой пример. Вот он. Когда мы делаем, посмотрите здесь, точно так же мы вот эту вот среднюю часть опускаем на ту же самую величину, точно так же делаем из нее выход, как мы делали только что. Вот. Но используем не сверх длинный кроссфейд, а делаем его коротким. И здесь как бы с какой-то более точной редакцией, может быть даже вот в данном случае у меня получилось линейное, хорошо сработало. Получить очень хорошее восстановление естественного релиза этого звука, которое у нас исчезло при компрессировании. И вот вся динамика у нас осталась. Вот здесь все это гораздо более художественное, особенно вот этот переход. И переход мы подчеркнули здесь и восстановили практически первоначальную динамику вот этого затухания. Вещи простые, вроде бы очевидные, но многие люди спрашивают. Соответственно, если у вас несколько таких кусков есть в произведении, значит вот мы делаем похожие. Редакцию. Вот. Ну и тут аналогично. Вот такая простая вещь, которая, абсолютно уверен, она будет полезна всем, кто работает не только с танцевальной музыкой. И понятно, что вы это можете использовать абсолютно для любых жанров. Вот. 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 Вот.